Даниил Ахметов Даниил Ахметов Диил Ахметов Что вы наша надежда Вам строить будущий, счастливый, сильный Казахстан Уважаемые земляки Мы живем в очень интересное время Пройдут годы Вы будете вспоминать этот период Я глубоко убежден в том Что только этот период нашей с вами жизни Войдет в историю нашего государства как золотые страницы развития нашей страны. Мы вместе с вами строим счастливый и будущий Казахстан. Мы вместе с нашим Ельбасе строим Казахстан. Вы вместе с Ельбасе, как все казахстанское общество, создали страну, которая называется Казахстан. И нашим детям продолжать наши замечательные трудовые традиции. И только это время, время становления страны, время становления казахстанского общества будет называться золотым периодом развития государства. Мои дорогие земляки, дорогие дети, поздравляю вас с замечательным праздником. Будьте сильными, будьте достойны нашей великой страны, будьте достойны нашего общества, которое называется казахстанцем. Будьте счастливы. Мы верим и любим вас. Глава региона вручил многодетным семьям сертификаты на бесплатный отдых в лагерях, а также торжественно поздравил ученика 2-го класса Виктора Новоселова, который спас 4-летнего мальчика. Даниил Кинджетаевич отправил маленького героя в оздоровительный лагерь и вручил благодарственное письмо от министра образования и науки Республики Казахстан. Просим вас вручить благодарственное письмо министра образования и науки Республики Казахстан, а также сертификат на летний отдых. Уважаемые гости, ваши аплодисменты! Ну и, конечно же, подарок от Акима Восточной Казахстанской области. В параде оркестра приняли участие более 7 тысяч детей. Среди них есть не только ученики, но и студенты. Барабаны, ансамбли, хоры, танцевальные коллективы и группы поддержки продемонстрировали все навыки, которыми они научили в течение учебного года. Парад оркестров продолжался на набережной города. Здесь, в рамках республиканской акции «Нурл Болошак» прошел торжественный праздник, посвященный Дню защиты детей. Ребята приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте и в национальных играх. Асель Айдар, Абзала Буталимов, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна ТВК-6». Буквально недавно наш прекрасный город посетил глава региона Даниил Ахметов. Свой визит Аким Восточного Казахстана начал с приема граждан. Более 30 жителей обратились к руководству с волнующими вопросами, и каждый человек получил на них ответы. Теперь вы бывали в микроорганизме Карагайла? Да. Вы видите, что там находится прекрасная Аба-Арена, а Заба-Арена прекрасный парк? Да. Да. Вы 5 лет назад видели такое большое строительство в городе Семей, чем сейчас? Нет. Молодцы. Вот это что называется средство бюджета. Теперь, когда мы передаем это в доверительное управление, мы не несем расходы за содержание этого сада. Вот этим занимается частная компания. В ходе беседы поднимались вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной поддержке об образовании, о ремонте дорог, а также принятию комплексных мер по медико-социальной защите населения, пострадавших от ядерных испытаний. Создать специальную комиссию, включая активистов поколения, общественность города, провести глубокий анализ проводимой работы, прежде чем мы заслушаем это на совете города. Ну, не знаю, как мы... Можно на общественном совете. Ну, на общественном совете с приглашением широкой общественности. Вот так, автология это получила. Плюс, мы... Сегодня я буду смотреть программу, вот вместе с Акимом, развитие до вл. 25-го года, в ее расширенном варианте мы тоже это сделаем. В конце заседания Аким области поручил ЖКХ Восточно-Казахстанской области и руководитель управления энергетики провести расчеты по созданию автономной системы интернета, при этом отметив, что все необходимые средства в ближайшее время будут выделены. Асель Айдар, Абзалубут Алимов, Сумкар Тулумхан, информационная программа Шарайнат, ВК6. Акционерное общество Каражра – это первое угольное месторождение, которое начали зарабатывать в независимом Казахстане. Является одним из богатейших угольных месторождений республики. Промышленная добыча угля началась в 1991 году. За годы работы предприятия ДАБТО и отгружено более 100 миллионов тонн. Есть объемы нашего коммунального угля для наших котельных. Объемы растут, выросли 4,35 тысяч тонн объема этого года. С подписанием этого меморандума и графикой мы, безусловно, будем этот уголь получать. Есть нормативный запас у меня, есть ситуация, которая связана у нас с обеспечением горячей водой. То есть, эти все вопросы у нас сегодня решаются. Тем более, те технические мероприятия, которые сегодня реализуют у себя на предприятиях, позволят нам улучшить эффективность работы нашей котельных. В текущем году компания планирует добыть 9 миллионов тонн угля. Для данной цели было инвестировано более 40 миллионов долларов США. На приобретение дополнительной техники и оборудования, а также для повышения качества, введен в эксплуатацию новый дробильно-сортировочный комплекс мощностью 1000 тонн угля за час. На сегодняшний день, значит, нами в этом году план поставил 9 миллионов долларов. За 25 лет нашего существования мы должны свыше 110 миллионов тонн угля. В этом году, значит, и в прошлом году суммарно инвестировано порядка 40 миллионов долларов, что нам позволило дополнительно купить два очень больших экскаватных этажа, четыре шестого производительностью, шесть миллионов долларов. В ходе беседы акционерного общества Каражера во избежание сезонного ажиотажа убедительно прозит население города закупать уголь в летний период. Также, заботясь о процветании и благополучии компании, руководство акционерного общества Каражера рассказали о том, что готовы вкладывать средства в обучение и развитие персонала. В данный момент в районе магазина «Апрель», куда дальше, если по трассе идёте, мы начали уже работать, тоже все материалы закуплены, своими силами, почти два километра трасса будет проложена туда. И там ещё получается, исторически получилось, что те дома старые советские, в количестве семь домов, пять-шесть домов остались без отопления, печное отопление. В этом году по поручению Акима будем эти дома тоже восстанавливать, эти дома тоже получат тепло. В конце конференции глава города поблагодарил за предоставленную информацию компанию и подписал меморандум. Буквально вчера на центральной площади города активисты молодёжной организации встретились с юными патриотами страны, дабы отпраздновать Великий день государственных символов Республики Казахстан. Фоминтаж Астар, представители молодёжи города, сегодня мы отмечаем 27-летие государственных символов Республики Казахстан. Молодёжь – это будущее нашей Родины. Именно от нас зависит, какая страна будет через 10-20 лет, в каком государстве будем жить мы и последующее поколение. Мы должны мечтать строить самые невероятные планы и верить в то, что мечты умеют в особенности сбываться. Студенты колледжа и городские молодёжные организации продемонстрировали зрителям свою любовь к родине. Под государственный гимн страны они подняли флаг Республики посередине центральной площади, тем самым показывая свой патриотизм. В честь знаменательного дня специально для жителей и гостей города была предоставлена концертная программа, где приняли участие артисты областной филармонии Амры Кашубаева. Местные жители города были весьма впечатлены концертом, ведь это является большим примером для нашего населения. В текущем году на городские улицы Семей в общей сложности было выделено около 980 миллионов тенге. Данные средства будут использованы для уборки улиц, ухода за деревьями и сбора мусора. Реставрацию по улицам будут выполнять государственные предприятия озеленения города Семей. В текущем году, давайте начнем мы, наверное, от такой деятельности, да, всех, наверное, интересует вопрос дорог. Значит, в текущем году нам планом определено 894 миллиона на эти цели, то есть здесь проведение среднего ремонта, текущего ремонта. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей, Нурлана Сергазинова, департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог будут учитывать мнение горожан при планировании своей работы. Также в этом году будут отремонтированы некоторые проблемы участки дорог. У нас ротировать буквально сейчас. Сейчас они заканчивают улицу Бастаева и перейдут туда. Потом у нас улица еще идет Найман-Валева, это в районе Жансая. От улицы Засятка до улицы Чехова самый такой неприглядный участок автодороги был, когда население города постоянно в течение нескольких лет высказывает свои недовольства. Поэтому решено в этом году выделить на район данной улицы средства и тоже в этом году мы ее сделаем. Также у нас вопрос, значит, будет асфортироваться улица до Стенова. Вы, наверное, знаете, от Кабулбаева до улицы Трусов. Это район восьмой школы. Там практически уже несколько лет дороги нет. Ну, я даже могу сказать, лет 20, наверное, ее дороги нет. Стоит отметить, что в данный момент, дабы предотвратить аварийные ситуации, на дороге было принято решение расширить ширину дорог. На собеседовании также был поднят вопрос о строительстве объездной дороги в поселке Восточный. На сегодняшний день в Литературно-мемориальном доме музея имени Абая ведется грандиозная подготовка ко дню рождения великого поэта. Общеизвестно, что государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник музея Абая Ждебай-Бурили – это жизнь и богатое творческое наследие таких великих поэтов, как Абай, Шакарим и Мухтара Уэзов. Также помимо них в музее можно найти художественные реликвии родственников Абая. Музей является центром научного и когнитого мышления. Указом президента Космежонова Тукаева вышел указ о праздновании в рамках ЮНЕСКО празднования 175-летия среднего рождения великого казахского поэта Абая Кунамбаева. В нашем городе и в области, в пределах нашего музея Абая уже ведутся подготовительные работы, они уже начались. Прежде всего это создание комиссии. Комиссия создается на уровне города, области, затем уже государственная комиссия по проведению юбилея Абая Кунамбаева. В эту комиссию войдут ученые, боеведы, представители министерства культуры, представители акимата города и области, а также музея Абая Кунамбаева. Сейчас ведутся работы по подготовке изданий избранных сочинений Абая Кунамбаева, подготовительная работа по проведению международной конференции в следующем году. В Рочище Дибай на родине поэта уже была проведена, уже успешно проведена работа по реэкспозиции музея, дома музея Абая, где последние 10 лет жил Абая Кунамбаев. Ну и в нашем музее, в головном музее в нашем городе семей будут проводиться комплексные мероприятия. Это прежде всего реэкспозиция всего музея, головного музея, затем работа по созданию научных каталогов, каталогов из фондов коллекции музея, а также массовая работа. То есть среди учащейся молодежи будут проводиться всевозможные конкурсы на знание творчества Абая и его поэтического родственного окружения. Затем проводится ряд мероприятий по поиску архивных материалов. Уже начата работа, в настоящее время ведется работа в крупных архивах и музеях города Казани в Татарстане. Уже ведется работа поиска архивных материалов касательно творчества общественной деятельности Абая Кунамбаева, его отца Кунамбаева-Скимбаева. В ходе подготовки к предстоящему юбилею поэта при финансовой поддержке Министерства в 2016 году был проведен текущий ремонт в главном музее страны в городе Семей. Ну а в 2017 году был произведен текущий ремонт и реэкспозиция музея Алла Шарышева Мухтара Уэзова. Также дом 19 века был открыт на первом этаже двухэтажного здания в качестве этнографического отдела. Двор заасфальтирован с помощью акима города Семей. В основе экспозиции во дворе музея лежат бюсты, сделаны из современных материалов деятелей партии Алаш. Алихан Букихан, Ахмед Байтурсын, Муржак Абдулатов и Мухтара Уэзова. Асель Айдар, Сынхар Толумхан, Марат Сыгинбаев, информационная программа Шарина ТВК-6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова